Тела шестерых рабочих из Копанки извлекли сегодня, после недели поисков. Последнего достали в 2 часа дня. Родственников пригласили на опознание. Но жены и матери не смогли подойти к телам своих близких. Сил хватило только у друзей погибших. Ожогов нету, список целых, а так побито тело, может углем побило. Марина Миняйло осталась с двумя детьми. Говорит, супруг полез в Копанку из-за нужды. 30-летний Валерий работал охранником. На официальной работе, где он работает, у него зарплата 1600. У нас двое детей, и на эту зарплату прожить просто нереально. Кварплата за квартиру только до 1000 гривен в месяц. Как жить с двумя детьми на такие деньги? И он пошел сюда подрабатывать выходные. Дети знают о том, что отец? Нет, не знают. Ну, старший знает, а младший не знает. Она маленькая сильно. Елена ожидает четвертого ребенка. Старшая дочь до сих пор не верит в смерть отца и прячется от всех в машине. Мать надеется на помощь специалистов. Она не верит, она даже сейчас, я говорю, я же тебя привезла для того, чтобы помогли психологи. Женщина надеется узнать правду о смерти супруга. Виктору Челенко было 36 лет. Теперь хочется просто, чтобы они признали, что они не алкаши никакие, никакие не это самое. Курить они там не могли никак, потому что его сигареты, и не только его, лежали наверху все, они выезжали и курили на поверхность. Единственное, хочется нормального заключения о смерти человеческого, того, действительно, от которого они погибли. От взрыва метана. А не так, чтобы они написали там, или они пьяные были. Горноспасатели рассказывают о сложностях, с которыми столкнулись в штольне. Выработка была сильно загазована. Перед двигались исключительно по интуиции. Планов копанки никто не составлял. Данная копанка является незаконной, поэтому нет, не было никаких чертежей высочи, ни у шахтеров. Поэтому все было, дело спланировалось ежедневно. Будет ли помощь семьям погибших со стороны местных властей, пока неизвестно. Один из организаторов копанки задержан. Ведется следствие. Вы можете подтвердить или опровергнуть, что один из организаторов копанки – это депутат Янакевского горсовета? Я могу это опровергнуть только. В настоящее время задержан один человек, который был на этой копанке управляющим. Он приносил зарплату, платил людям и все остальное, понимаете. Отвечал полностью за ее жизнедеятельность. Родственники погибших решили, своих родных они похоронят вместе. Дмитрий Кочергин, Николай Добрянский, телеканал «Донбасс».